Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. С Днём Благодарения. Вот кое-что, чего мы не знали раньше. Зимой 2020 года Тони Фаучи хотел узнать, как Компартия Китая реагирует на ковид. У них был ковид, у нас тоже. Поэтому мы отправили одного из его заместителей, человека по имени Клиффорд Лэйн, в Китай. И Лэйн, похоже, был ошеломлён увиденным. Китайские города были помещены на карантин, целые города. Огромное количество людей было насильственно заперто в домах, в некоторых случаях люди умирали от голода. Секретная полиция курсировала по улицам, заталкивая пешеходов в фургоны без окон за то, что эти люди находились на улице. Домашние животные, собаки и кошки, были объявлены нечистыми и забивались до смерти на тротуаре. Это была адская картина. Итак, Лэйн вернулся в США, чтобы рассказать Фаучи о том, что он увидел. Но Тони Фаучи не испытал отвращения, его не ужасали нарушения прав человека, которые Лэйн видел в Китае. Согласно новому отчёту Эпок Таймс, основанному на новых показаниях, Тони Фаучи завидовал. «Это то, что мы должны сделать в США», — сказал Фаучи Лэйну. Теперь совершенно очевидно, что с самого начала Китай был моделью, которую американские чиновники использовали для реагирования на ковид. И фактически он остаётся моделью. На самом деле в Китае до сих пор действуют локдауны, они никогда не заканчивались. И наши чиновники никогда не переставали аплодировать этому. В апреле этого года китайское правительство закрыло Шанхай. Шанхай — крупнейший город Китая, это один из крупнейших городов мира, население Шанхая в три раза больше, чем в Нью-Йорке. 25 миллионов человек. И все эти люди сейчас страдают в бессрочной изоляции. Шанхай — крупнейшая тюрьма в истории человечества. Итак, почему китайское правительство делает это со своим крупнейшим городом? Ни один честный человек не поверит, что это связано с общественным здравоохранением. По состоянию на воскресенье в Китае, стране с населением почти в полтора миллиарда человек, не было зарегистрировано ни одной смерти от ковид. Ковид не представляет угрозы для правительства Китая. Политические беспорядки, однако, представляют угрозу для китайского правительства. Так было всегда, и в этом суть. В Китае, как и в США, политика в отношении ковид не является вопросом здравоохранения. Это инструмент социального контроля. Это способ для власти мущих лишить свое население основных гражданских свобод и остаться у власти. Это очевидно. И именно поэтому наши лидеры поддерживают то, что происходит в Китае, потому что они хотели бы, чтобы это произошло и здесь. Сотни миллионов заключенных по всей стране. Это, по словам эпидемиолога Эрика Фейгель-Динга, цитата, отвечает всеобщим интересам. Правда? Но вот как это выглядит в Китае. В городе Ланьчжоу некоторые были вынуждены находиться в карантине на улице, на холоде, на парковках. Это видео, которое CNN не смог проверить, показывает, как людей заставляют оставаться в мужских туалетах, спать под писсуарами. А в этом видео говорится, что это место карантина для детей в провинции Хайнань. Маленький мальчик прыгает по кирпичам, чтобы не попасть в лужу с грязной жидкостью. Здесь они пользуются туалетом. Эта женщина рыдает на земле после того, как ее поймали со спущенной маской. Правительство закрыло ее бизнес на 30 дней, что означает потерю месячного дохода. Металлические шипы, по словам снимающего, были установлены на воротах комплекса, чтобы жители не могли уйти. Итак, это специальные ковид-концлагеря. Но прямо сейчас по всему Китаю строятся новые концентрационные лагеря. Город Урумчи на западе Китая уже три месяца фактически является концлагерем. Он был полностью блокирован. Жители не могут выйти из своих домов, в том числе за едой или лекарствами. На прошлой неделе в многоквартирном доме в этом городе произошел сильный пожар. Правительство опечатало большинство дверей в здании, включая выход наружу. Пожарным понадобилось более трех часов, чтобы справиться с пламенем, и к тому времени внутри сгорели 10 человек, в том числе трехлетний ребенок. Весть об этом пожаре облетела всю страну. В Китае, как и в Соединенных Штатах, социальные сети подвергаются цензуре чиновниками, которые тратят на это много времени и денег. Но в итоге это не всегда работает. Возмущение способно проникнуть даже через самые жесткие фильтры. Протесты начались по всему Китаю. И с тех пор эти протесты стали самым большим вызовом коммунистическому режиму со времен резни на площади Тянь-Янь-Мэй. Вот как выглядят протесты. Тянь-Янь-Мэй. Посмотрим, к чему это приведет. Но опять же, это самые крупные протесты, о которых нам известно, с 1989-го. Но что интересно, так это реакция в этой стране. Смотришь эти клипы и думаешь, кто может поддерживать тайную полицию? Как может порядочный человек быть на стороне китайского правительства? Против населения? Против людей? Против прав человека? Против человеческого достоинства? Кто может валить за танк против одинокого храбреца, стоящего перед ним? И, к сожалению, некоторые люди могут быть на стороне танка. Некоторые люди могут поддержать угнетателей против угнетенных, и в этой стране многие так и делают. Один из них Тони Фаучи. В то время как в Китае убивали людей за стремление к базовым человеческим свободам, Фаучи заявляет, что Китай является образцом для нас, и поэтому нам, возможно, придется снова закрыть школы, несмотря на то, что ковид сейчас не опаснее сезонного гриппа. Смотрите. После каникул следует ли родителям ожидать закрытия школ? Не знаю, Маргарет, я не уверен. Когда вы говорите о закрытии школ, всегда есть побочные эффекты. Это также опасная тема. Точно, всегда есть побочные проблемы. Таким образом, нужно соблюдать баланс в режиме реального времени, в зависимости от вирусной нагрузки в вашем регионе. Можем ли мы снова закрыть школы? Фашизм с веселым лицом. Конечно, говорит Фаучи, мы снова можем лишить ваших детей образования. Посмотрим, посмотрим. Мы лишим это в удобное время. Интернет-репортер Вашингтон-Пост Тейлор Лоренц была не так осмотрительна. Она открыто высказалась. Лоренц похвалила то, что Китай делает со своим народом. В отличие от Соединенных Штатов, сказала она, Китай не хочет убивать миллионы уязвимых людей. Иными словами, депортация вашего населения в концлагеря – это сострадание. Итак, поскольку Китай – крупнейшая страна мира, наш главный соперник, крупнейшая экономика, что думает об этом администрация Байдена? У нас есть Госдепартамент, который существует для того, чтобы вырабатывать позиции. Итак, что администрация Байдена думает о происходящем в Китае? Судя по всему, они с этим согласны. Сегодня представителя Белого дома Джона Кирби, знаменитого Джона Кирби, попросили дать официальную реакцию на бушующие в Китае протесты в защиту прав человека. И вот что он сказал. Какова реакция президента на слова протестующих в Китае «Свобода» или «Си Цзиньпинь, уходи в отставку». Президент не собирается говорить за протестующих по всему миру. Они сами говорят за себя. Значит, никакой реакции. Протестующие говорят сами за себя. То, что мы делаем, ясно даем понять, что поддерживаем право на мирный протест. Протестующие говорят сами за себя. Не мы ли послали 60 миллиардов долларов для поддержки Украины, потому что она на стороне свободы и демократии? Хотя это не свободная и демократическая страна, но таков предлог. Мы за свободу. Здесь люди говорят «Эй, я не хочу, чтобы меня бросили в концлагерь или заморили голодом в собственной квартире». И администрация Байдена даже не может встать на их сторону. Правда? Они говорят сами за себя, правительство США больше не защищает. Основные права человека, правда? Джон Кирби. Тебе должно быть стыдно. Трудно поверить, что это реально. И Конгресс США в целом занял такую же позицию. Эрикс Волвел проводит большую часть своей жизни, крича о правах человека в Твиттере. И тем не менее он ничего не сказал о том, что происходит в Китае. Нам не удалось связаться с его бывшей девушкой, китайской шпионкой Фан Фан, к сожалению. И мы не услышали ни слова от комиссара NBA Адама Сильвера. Адам Сильвер также проводит много времени, жалуясь на то, что это авторитарная страна, в которой людям угрожают наказанием. Но сам он без колебаний угрожает избирателям в Северной Каролине или в Техасе, которые хотят отдельные туалеты для девочек. Что он думает об убийстве людей за желание покинуть свою квартиру? Или массовой отправки людей в концлагеря? Что ж, мы решили выяснить. Мы отправили ему письмо, чтобы узнать его мнение о китайских концлагерях. Что думает об этом Адам Сильвер? Наш главный голос нравственности. Он не ответил. Почему? Может быть, потому что он лично и сама NBA зарабатывают миллиарды долларов в Китае. Таким образом, в NBA ни слова о том, что Китай бросает свое население в концлагеря, превращает Шанхай в тюрьму. И на самом деле, когда вы спрашиваете тренеров NBA о нарушениях гражданских прав в Китае, вы получаете лекцию о том, что у нас еще хуже. Смотрите. Это не выглядело так, как будто люди спрашивают меня об этом, люди обсуждают это. Нет. И наша история нарушений прав человека также не обсуждалась. Люди в Китае не спрашивали меня о владельцах AR-15, стреляющих друг в друга в торговом центре. Мне не задавали этот вопрос. Мир сложное место. В нем больше серого, чем черного и белого. О, Китай совершает геноцид мусульман и изолирует город с населением 25 миллионов человек. Но у нас есть вторая поправка. И это то же самое. Это слова Стива Керра, очень известного тренера. Все эти люди куплены Китаем. NBA буквально на довольствие у Китая. А потому они не скажут ни одного негативного слова о своих хозяевах. Эти люди не верны Соединенным Штатам. Они презирают США. Китай платит им зарплату. Это правда. Как может быть иначе? Так что они не могут обсуждать детей, сожженных заживо в многоэтажке, заколоченными дверями, из-за ковид, который на самом деле ни для кого не представляет угрозы. Итак, NBA не вмешалась, Эрик Сволвал и его китайская подружка не вмешиваются, Белый дом и госдепартамент не вмешиваются, MSNBC не вмешиваются. Итак, вы спросите, а как насчет основополагающих идей, одна из основных идей американской жизни? Мое тело, мой выбор. У нас есть телесная автономия в этой стране. Телесная автономия. Телесная автономия занимает центральное место в дебатах об абортах. Вы не можете заставить меня вынашивать ребенка, потому что это мое тело. Я контролирую свое тело. Если вы еще не слышали этот аргумент... Вот он, это из недавнего. Смотрите. Право выбора в этом бюллетене. Мы хотим защитить право женщин на выбор. Вы готовы отстаивать право женщин выбирать? Нет сомнений, что у женщины есть право выбора. Защита права женщин на выбор. Я искренне говорю о том, что вынесено на голосование. Ваше право выбора. О, право выбора. Право на аборт. А как насчет права выходить на улицу? Или право выбирать, отправлять ли детей в школу? Или право выбирать, какие препараты вводить в ваше тело? Или право не быть брошенным в концлагерь? Являются ли эти права жизнеспособными? Это тоже примеры телесной автономии? Есть ли у полутора миллиардов человек в Китае или у трехсот сорока миллионов здесь телесная автономия? Нет. Конечно нет, по словам этих людей. Их не волнует. Телесная автономия, им плевать на права человека, их забудет постоянный контроль над вами, и это правда. Телесная автономия, им плевать на права человека,